Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о приложении Google Планета Земля. Самый простой способ прогуляться по планете Земля, посмотреть пейзажи, архитектуру и так далее, тому подобное. Есть даже 3D-прорисованные объекты по всему миру, не выходя из дома. Итак, давайте, ссылочка в описании, просто это приложение само онлайн. Просто нажимайте на кнопку и Google Планета Земля сама загружается. Некоторое время придется подождать сейчас. И вот так вот выглядит наша замечательная Земля. Причем, если приглядеться, здесь сверху летят облака, так вот у них есть анимация и они очень даже правдоподобно выглядят. И они в движении. Так вот, если смотреть на саму Землю, она тоже очень выглядит естественно, да, как будто действительно не нарисована, а как будто действительно из космоса, как она выглядит. Давайте по меню. Здесь у нас слева есть аккаунт, да, где можно произвести поиск, исследовать проекты, стиль карты. Ну, давайте здесь все это есть и в мини-меню. Поиск, исследовать. Потом, смотрите, вот это мне повезет. Кидаем, значит, кости и смотрите, куда нас приведет. Произвольная абсолютно на планете Земля. Dupend Circle. И смотрите, сразу же, плюс, все объекты на карте начинают прорисовываться. Абсолютно все. Единственное, что они могут потом дорисовываться еще сверху. То есть, вы приближаете и все объекты продолжают прорисовку. То есть, если подождать некоторое время, можно действительно понаблюдать. Если зажмете, значит, колесико, то и будете вращать мышкой, то вот так будете наблюдать вот такой вот пейзаж. Вот, и сможете примерно представить город, в который вы, допустим, едете и как, что там и что рядом, можно посмотреть сразу же. Давайте еще раз нажмем на кости и в этот раз нас перемещают во Францию. Кстати, здесь у нас есть еще справа внизу, если вы посмотрите, значок панорамы. Вот такой вот человечек, вы его зажимаете и смотрите, можете передвигаться на, допустим, вот сюда его перекинем. Перекинем и смотрите, произойдет вот такая вот анимация и можете уже через панорамы посмотреть на какие-то музеи, тогда музейные экспонаты и так далее. Можно еще и прогуляться, то есть, обычно это стрелка, да, сейчас почему-то здесь такого нет. А, ну потому что нам надо, во-первых, выйти, значит, еще раз нажмем на человечка и посмотрим, где есть дорога и уже по дороге можем перемещаться, наблюдая пейзажи. Ну вот, дорога или дорожка, да, и вот здесь, ну уже все знают, как пользоваться вот этими пейзажами. И вот так можно передвигаться, смотреть ландшафт, смотреть дизайн зданий, потому что вот во Франции, мне кажется, есть на что посмотреть. У них, или вот дом там торчит, очень даже неплохо. Вот еще раз. И, на мой взгляд, это очень классно, действительно, можно побывать в любом месте, причем посмотреть сверху. А вот если еще раз нажмем, как все это выглядит 2D, то есть, если вам нравится место, да, или вы хотели бы увидеть, как, допустим, с этого моста, как будет выглядеть, допустим, со стороны сены, да, Париж там, или, ой, прошу прощения, мы сейчас не в Париже. Я уже даже не помню, как называется, музей Гольера. Как называется город, в котором мы находимся. Я уже... Так, музей Гольера, а город... Сен... Так, друзья, город-то... Франция... Франция... Пьерде... Так, также известно, как музей в Париже. Нет, мы все-таки, друзья, в Париже, и давайте тогда попробуем найти нашу... Ну, не нашу, а всем известную Эйфелеву башню, потому что сейчас я почему-то ее не вижу. Вот так полетаем, поищем Эйфелеву башню. А с другой стороны, знаете что, давайте-ка все-таки нажмем поиск и наберем Эйфелева. Ну, и вот нам уже подсказка. Франция, Эйфелева башня, и вот мы летим уже туда. Действительно, она теряется на фоне размеров, реальных размеров Парижа. Давайте сюда переместимся и посмотрим отсюда. Ну, вот, кстати, на Эйфелеву башню постоянно есть вид. Вот, смотрите, красивое здание сзади. Вот здесь, вот честно скажу, я даже не подозревал, что вот так вот все... Даже, смотрите, люди проезжают через Эйфелеву башню. Я вот честно вам скажу, я думаю, что это невозможно, но... Причем, смотрите, туда мы почему-то не можем попасть, по Эйфелеву башню. Не знаю почему. Вот туда-то можно, если есть дорога. Видно, она не для всех. Ну вот. Да. А, нет, все равно проехаться под ней нельзя. Нельзя, да, проехаться под ней нельзя. Вот закрыто дальше. Так же, друзья, панорамы. Потом есть даже виды под водой. Есть несколько слайдов, то, что вы хотите увидеть. Земля без границ, название дорог, места и объектов. И следует границы дорог и места объекта. Все границы, дороги, места и объекты. Ну и так далее. Выбирайте карту. Пользуйтесь вот этими костями. Смотрите, причем есть виды, еще раз, панорамные и так далее. Прямо под водой. То есть, если искать, вот, то можно, ну вот, допустим, оказаться вот здесь. Вот, раз. Нарнем. И таких мест очень много, где можно было бы... Так, или это мы на суше. Блин, это мы на суше, друзья. То есть, я вам честно скажу, я не помню, как искать вот эти места панорамные, где есть именно под водой, но я уверен, что их можно найти, потому что я-то помню, как можно было туда нырять и так далее. Вот. Ну вот. Нет, 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 нет. Здесь тоже нет. Друзья, но поверьте, места эти реально существуют и так далее. И смотрите, сколько панорам, все в панорамах вообще, все, вся планета Земля в панорамах, поэтому вы можете посмотреть все, куда вы хотите, ну или нажимаете на кости и отправляетесь, где вы еще не были. Так же, друзья, ссылочка на данное онлайн-приложение в описании, а я говорю вам всего доброго. Видите, прорисованные горы, причем они сейчас еще будут дальше прорисовываться. А я говорю вам всего доброго, всем пока, до свидания. Продолжение следует...